Добрый день, Олег Евгеньевич. Добрый день, Олег Александрович. Спасибо за эту возможность взять у вас интервью. И сегодня я хотел бы вам задать несколько вопросов, связанных с учебной и не только учебной деятельностью, да и скорее не с учебной, а с одной деятельностью Института Богословия и Философии Русской Христианской Гуманитарной Академии. Меня интересует следующее. Кроме учебной программы, всегда очень важна и научная деятельность. Это, во-первых, важно и для студентов, и для преподавателей, как часть академической программы и деятельности учебного заведения. Мне бы хотелось, чтобы вы немножко рассказали о тех конференциях, тех международных контактах, которые осуществляет Институт Богословия и Философии. Ну, Институт Богословия и Философии вошел в состав Русской Христианской Гуманитарной Академии, как мы думаем, в 2009 году. До того времени уже много воды утепло, и поскольку мы организовались в 1991-1992 году, то эти институты начались, и вот с тех пор, собственно, имеют место такого рода связи. Но они возникли как достаточно органично, потому что те люди, которые тогда сотрудничали с Институтом, это было общество Церковь и Культура и его деятели, в частности, Владимир Порыш, такой известный и в диссидентских кругах человек, и пострадавший при советской власти. Естественно, поддерживал контакты с многими правозащитными организациями на Западе и в главном узоре во Франции. И там ряд организаций, представители их постоянно к нам приезжали, помогали финансово, мы даже могли в каком-то время платить стипендии. Естественно, на их базе существовался ряд научных контактов, ряд конференций с представителями католической церкви, в том числе достаточно высокопоставленными представителями. ряд нескольких преподавателей ИБИФа и студентов в свое время осуществили поездку в Рим и были на личном приеме Папы Римского. Проводились беседы с теологами католическими, семинары, конференции с участием французов в то время. Ну, многое изменилось с начала 90-х, это понятно, но вот международные контакты, они с Францией были несколько сокращены, но зато был такой германский этап, когда у нас возникло сотрудничество с католической академией в Берлине и с рядом немецких ученых, в частности, доктор Герхард Феркер, заместитель президента, вернее, вице-президент, а если говорить в соответствии с подлинным названием, да, Берлинская академия наук известна, да, Берлинская и Берденбургская академия наук. С нами контактировал доктор Мартин Княгвес из католической академии Берлинской. Были поездки наших преподавателей туда. Я ездил, в том числе, с докладом по поводу рецепции философии Канта в России. Но время идет, какие-то направления меняются. Вот сейчас, вернее, не сейчас, появилось такое событие, как включение института в состав академии. И тем самым условия, и ход наших международных академий тоже изменился. Изменился в последнее время. Я говорю конспективно, не обрисовывая картину в детарах, а каких-то только ключевых моментов. В последнее время у нас существуют, сложились контакты с Польшей, в частности, с Аврославским университетом и с приходом во имя Святого Архангела Михаила в городе Соколовска. Недалеко в Аврославе, и вот от Рослава. И уже на протяжении двух лет туда осуществляются поездки наших студентов, и мы проводим совместные мероприятия. Ну вот, насколько я знаю, в 2012 году конференция была посвящена наследию отца Александра Шмена. Да. Расскажите немножко об этой конференции и о конференции, которая была в 2013 году. Да. Ну, эта конференция была связана с событием, которое, на мой взгляд, имеет заметное церковное значение. Поездка нашей группы в Соколовска была связана с тем, что в это же время были переданы частицы мощейного мучеников в церковь Святого Архангела Михаила, о приходе которого я уже упоминал. Вообще-то все это очень, на самом деле, интересные истории, и об их деталях, наверное, можно долго говорить, но в целом край этот, в частности, тем примечательным, что эти земли, они отошли к Польше непосредственно по итогам Второй мировой войны. Раньше они были в составе Германии. Тем самым, это земли приграничные, земли, которые, так сказать, поляками осваивались или осваиваются на протяжении последних лет. В этих городах живут переселенцы из других районов Польши. Они сталкиваются уже с этой иной, можно сказать, культурой. И, наверное, сегодня Врослав это очень интересный город в плане такого человеческого взаимодействия. Здесь сюда приезжают и немцы, сюда приезжают и поляки. Ну, естественно, здесь живут поляки. Да. И при том, что касается того места, этого местечка, это небольшая деревня, Соколовская, в горах Нижней Силезии. Там вообще удивительная история. Потому что этот храм был построен при содействии такого подвижника Русской Церкви Алексея Мальцева. И был он построен для больных, которые тогда лечились в санатории, в таком горном санатории. Вот мы помним Тома Самана роман «Волшебная гора». О событиях в туберкулезном санатории, которые расположены в Давосе. Так вот, это лечебное заведение, которое было открыто, было конкурирующе. Если бы не эти трагические события двух мировых войн, которые задели эти места, то, наверное, собственно, здесь бы был такой настоящий европейский курорт. Ну, получилось так, что курорта здесь не возникло опять-таки вследствие драматизма этих событий. Но какая-то удивительная обстановка и в природном плане там очень красивая природа. И там же находится церковный дом во имя великобученицы Елизаветы, так он был назван. Церковь была восстановлена. Когда этот церковный дом появился, бывший видли доктора Ромклера, основателя этой санатория. И вот сейчас, как бы, когда возникает вопрос, ну, хорошо, да, понятно, почему этот приход существовал тогда, почему русские приезжали тогда, а что можно сделать сегодня? То есть, на какой почве можно оживить эти контакты и что может происходить интересного? Так вот, возникла мысль о проведении там, в горах Селезии, да, под Врослым, ну, такого рода семинара конференции и был выбран в качестве героя и в качестве главной темы, да, протеерель Анашмема, которая объединяет во многом, ну, непосредственно, не буквально, как некий экуминист, да, а в том, в отношении поднимаемой им проблематики, интересует и католиков, и православных, и вообще является фигурой очень живой, опыт его для нас достаточно получительным, и поэтому в прошлом году такая конференция там, там действительно прошла, и от нашего института, ну, и тем самым в Академии в ней приняли участие несколько преподавателей, преподавателей и студентов. В этом году было решено продолжить эксперимент, действительно эксперимент, потому что нас никто, особенно, не финансирует, люди ездили за свой счет, ну, в этом оказалось, как тынче говорит, и фишка, да, потому что, когда человек приезжает сам, ну, как-то по-другому смотрит на вещи, да, он не выполняет некое, вот, скажем, вот такой программы формальной, да, и не чувствует, что все за ним уже сделано, ему надо только хочет получить больше и дать больше, и поэтому выступления были достаточно интересные, я говорю уже о сегодняшней конференции, они были совершенно удивительные в том отношении, что вот именно через такие контакты достигаются вещи, которые никаким другим способом узнать нельзя. Существуют некие мифы, да, о российско-польских отношениях, существует представление о каких-то преградах, которые нас разделяют, о неговековой вражде и обиде, которую невозможно снять, и вот когда, оказываясь в такой ситуации, вот такой живой, переменчивый, да, вот на этих самых землях Нижней Силезии, которые так вот достались нашим друзьям, можно сказать, несколько неожиданно, тогда видишь, что ситуация, по крайней мере, не так однозначна, что это люди с большим интересом, что вот эта связь между Россией и Польшей, о которой часто была связана и с взаимным недолюбливанием, а иногда и с прямыми военными действиями, как это было и в XIX веке, да, с польскими восстаниями и другими достаточно мрачными вещами. Ну вот один из участников конференции делал доклад, где он упомянул, скажем, Павла Насагинского, да, Павла Насагинского, или музыкальное произведение, которое целиком посвящено Польше, любви к Польше, да, горечь и расставание с Польшей, такой национальный, такой замкнутый, да, нечто свое, никакое другое, но эта же музыка стала любимой в России, да, этот человек, не каждый школьник знает его мелодию. И вот оказывается, что вот за этими всеми наслоениями, да, условно говоря, за проблематикой Тараса Бульбы, да, ну не проблематикой, а вот драматургии, да, Тараса Бульбы, Бульбы Гоголя, да, стоит что-то еще более глубокое, вот эта связь, которая возникла через вражду, она только обнаруживает в себе, ну то, что я не побоюсь сказать, назвать, если не любовью, то каким-то взаимным интересом, да, взаимным тяготением. И, наверное, может быть, Польша в этой связи, для нас страна наиболее важная для подобного рода контактов, потому что она на границе между Восточным и Западным миром. Они уже вошли в Евросоюз, они уже по этим меркам, но они продолжают оставаться славянским народом, они продолжают остаться народом христианским, в том смысле, да, что католичество польское, оно сильно отличается от своей распространенности, укорененности, да, чем церковь в других странах. И вот это какое-то особое положение Польши, какие-то особо тесные связи Польши и России, исторические, которые вдруг как бы оживляются, возникают, плескиваются. И в тематике докладов, в частности, была тема задета и вот этого польско-российского противостояния, что ли, какого-то, глубинного, можно сказать, духовного, который Гоголь нам, образ которого додал Гоголь в той же повести Тараса Гоголь, которую я задел, и вот весь этот ужас взаимного неприятия вдруг как бы оттеняется или оттесняется вот той темой любви, которая там присутствует страшной любви, да, трагической любви, но тем не менее любви очень высокой, высокой жертвенной. И вот я говорю о таких, может быть, высоких вещах и настоящих, но удивительно, как вот в этой такой необычной обстановке, в этих горах, во время каких-то вечеров костра, каких-то бесед тихих и прогулок вдруг рождается ощущение того, что ты не один, что тебе еще кто-то интересен, что ты кому-то еще интересен, да, что в конце концов наши дороги в мир, вот тот мир, который у нас, которого мы лишились, что события столетней давности, да, что он еще готов нас принять, и что вот такого рода контактов мы сами меняемся, у нас появляется что-то такое, о чем мы нахер бы забыли. Ну, спасибо за столь развернутый ответ, вы как-то очень интересно подчеркнули смысл и значение конференции не только, конечно, в одними научными знаниями, то есть, становление контактов... Я не хотел бы подчеркнуть, да, именно такого рода, как будто человеческую, душевную, ну и духовную, конечно, в этом отношении связь, да, и основу. Я не говорю конкретно сейчас, не стал при собой цель перечислять доклады, если у нас еще есть пару минут, то мы, я могу вспомнить, например, о том, как одна студентка института славяноведения, университета, да, института славяноведения в Ротфордском университете сделала доклад о восприятии присутствия советских войск в ее родном городе, чему она даже уже не была свидетельницей, поскольку она совсем еще молодая девушка, но вот эти воспоминания о родителе и так далее, какие-то фотографии в альбомах, вот именно они показывают, конечно, никакой делизи здесь рисовать не надо, взаимное отчуждение на каком-то уровне существовало и неприятие, но то, что это не воспринималось как оккупанция, что это не воспринималось как какое-то подавление одного другим, что вот это, вся эта, опять же, подругу слово драматургия, да, довольно сложная, не сводится к простейшим формулам. Возникали дружбы, возникала любовь. Вот я был совершенно поражен одной вещью, когда присутствовавший там председатель общества на нашей конференции Польша-Восток, его, ну, это всепольская организация, я говорю о ее в Ротславском отделении, сказал, что мы праздновали 20-летие вывода советских войск в Польше, он сказал. Ну, я, у меня сразу разная картина, что вот, так сказать, праздную, то, что наконец вы ушли, наконец вас нет, вот, какой великий праздник. Оказывается, туда приехало порядка тысячи бывших военнослужащих советских, да, и они там вспоминали, да, вот в свои прошлые дни, там был целый праздник, и это был какой-то праздник встречи людей, оказавшихся сложной, и не по своей воле в сложной ситуации, но не растворившихся в ней, а сохранившихся в себе вот это человеческое. Оказывается, это был не столько праздник вывода советских войск, да, сколько это был праздник встречи с теми, с теми, кто здесь был и кто представлял какую-то составляющую здесь жизни. О Чехове был интересный доклад одной польки, большой интерес к русской литературе, специальный институт славянного ведения издается журналом ежегодный, где посвященный русской литературной классике. И все это оттеняется вот такой темы, как нам тоже уже кажется идеологическим штампом, славянское единство. Но я, вот вы знаете, я почувствовал эту славянскую душу. Вот очень интересно было с немцами. Но вот то, что где-то мы здесь одной крови во многом, это тоже можно было по-настоящему учти. Какая-то мягкость, какое-то к сожалению, разгильдяйство тоже нам свойственное. Ну, иногда бывает и милым, да, иногда очень нежелательным, конечно. Какая-то такая песенность, задушевность, вот, нечто заставляющее вспомнить о прошлом, да, составить какую-то целостную кардину наших наших людей. Хорошо, спасибо, Олег, Евгений, за столь полный ответ. Ну, и в конце концов, все-таки два последних вопроса. Первый вопрос для тех, кто захочет узнать больше уже о научной деятельности, где можно прочитать доклады, которые там прозвучали, интересно рассказали. И второй момент, несомненно, хотелось бы знать, что в будущем, какие еще международные контакты или конференции предвидится, где институт богословия и философия планируют принять участие, или, по крайней мере, думают об этом или ведут переговоры. переговоры. Ну, переговоры, да, наверное, не можем говорить о стадии переговоров, потому что проводить такое мероприятие достаточно сложно, а, собственно, особенно при отсутствии хорошей финансовой базы, пока у нас нет, так сказать, лиц, который готов нам помочь. Еще я говорю, что многие люди ездят туда сами. Но я думаю, что, судя по реакции наших польских друзей, недавно приезжала непосредственно директором Северного Советоведения сюда, профессор Анна Пашкевич, наделилась своими впечатлениями о нашей встрече, так что я передаю не только свои ощущения. И именно с ее стороны, да, поступило желание, везде не поступило такое предложение и было высказано пожелание продолжать эту тему. Так что, вероятно, мы сосредоточим свои международные усилия на ближайшее время в этом направлении. Что же касается других, то приезды, контакты людей из Германии продолжаются и, собственно говоря, в этом направлении. Ну, если возьмите к кому-то дополнительные вопросы, чтобы уточнить о прошедших конференциях, можно, наверное, написать по e-mail, который указан на сайте Института Багазина. Академия и может быть, кто-то из преподавателей академии или студентов других факультетов заинтересуется, может быть, даже не столько этой темой, сколько вот этой атмосферой, о которой я говорил, и может идти речь, также участие их в нашем дальнейшем проекте. Что же касается материалов, о которых вы говорите, наверное, они появятся у нас на сайте, все-таки не находятся в никакой обработке и, вернее, не наверняка появятся на сайте, а что касается публикаций, то планируется сейчас выпустить соответствующий сборник, потому что интерес проявили сотрудники Кольского консульства в Санкт-Петербурге и, возможно, это послужит расширению связи Академии с нашим соседом. Хорошо, спасибо, Олег Евгеньевич, за интервью и успехов вам. Спасибо, Владимир Саныч, вам тоже всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok